Хотелось бы сегодня поговорить о том, какая ситуация происходит на федеральной дороге Кавказ по пешеходам. Это серьезная проблема, она остается на протяжении многих лет. И небольшая статистика, чтобы было понятно населению города, гостям, что происходит, я вам сейчас дам пояснение. Вот простые цифры, за которыми стоят жизни людей. Значит, у нас произошло в этом году за 10 месяцев 14 дорожных, в которых 6 человек погибло и 8 пострадало. Это непосредственно с наездом на пешеходов, на пешеходных переходах, вне пешеходных переходов. К сожалению, люди до сих пор не поняли и население не понимает важность этой проблемы, потому что за простыми сухими цифрами стоят жизни людей, их здоровье и горе в тех семьях, в которых происходят такие ситуации, такие случаи. Я могу сказать, что в этом году оформлено административных материалов на пешеходов 1858. Если вдуматься в эти цифры, это население одного населенного пункта. 1858 людей, граждан города, проезжающих, гостей нарушили правила дорожного движения, будучи пешеходами. И 609 водителей нарушили правила, которые этих пешеходов не пропускали на пешеходных переходах. Это, к сожалению, бич на сегодняшний день. Эта проблема и краевая, и общероссийская. Я призываю население города внимательно относиться к таким вещам. У нас принято в Российской Федерации постановление правительства Российской Федерации, которое сказано, что вне населенных пунктов все жители Российской Федерации и все прибывающие должны выполнять закон и должны использовать все отражающие элементы на своей одежде, на велосипедах. У нас, вы знаете, что в черте города много дачных всяких обществ. Сезон заканчивается, и многие дачники выходят на дорогу. Они идут ночью, естественно, не успевают днем свою работу заканчивать. Идут, нарушают сами правила дорожного движения, провоцируют водителей. Водители у нас не все, 100% зрячие. Есть люди, которые носят очки, есть те, которые плохо видят, есть уставшие водители. В соответствии с этим происходят дорожно-транспортные происшествия. Таких лиц много, к сожалению. И вот только с июля месяца уже наказанных у нас 79 человек, пешеходов, которые вышли на дорогу в ненаселенном пункте без светоотражающих элементов. Это недорогие элементы, их можно приобрести, поверьте мне, здоровье человека и жизнь на дороже. Я сейчас обращаюсь к родителям, которые детей отпускают гулять, к тем детям, у которых бабушки и дедушки дачниками являются. Покажу для примера, что можно использовать любые светоотражающие элементы, которые можно приобретать в разных киосках, магазинах. Они недорогие, они стоят копейки, они сохранят жизнь. Во-первых, уберегут от инвалидности, уберегут даже элементарно от того штрафа, который потом вам будет выписан. Он вроде бы небольшой, 500 рублей, но я знаю, для пенсионеров и для работающих людей это огромная сумма. Если 2-3 раза на дачу сходить таким образом вечером, то и вся пенсия уйдет на это. Поэтому призываю жителей города, обращаясь ко всем слоям населения и взрослым, и детям, если родители относятся халатно, то дети, вы подходите и говорите, что папа, мама, приобретите мне такие элементы, я их буду носить. На портфеле кто-то идет в гости, кто-то к бабушкам, к дедушкам. В общем, такая проблема, и я прошу к ней отнестись с пониманием и не допускать таких нарушений впереди.